Новую аллею разбили рядом со 176 школой, несколько сот деревьев и цветов. Сажали первоклассники, рабочие садового центра и волонтеры. Инициаторами благоустройства Запорожской улицы выступили активисты Общероссийского народного фронта. Тополь серебристый сажают всем первым классом 176 школы. Ученикам помогали родители. Мартин сажал деревья вместе со своей мамой-любовью. Говорят, разбить аллею недостаточно, нужно за ней еще и ухаживать. Они к этому готовы. Раз уж мы начали такое зеленое дело, то и продолжим в рамках нашей школы. И я думаю, что дальше продолжатся такие акции, как по поливке дерева, подкормки и так далее. Я думаю, что у нас будут такие совместные мероприятия, направленные уже на взросление этих деревьев. Кроме тополя, который не приносит пух, волонтеры и рабочие садоводы посадили жимолость татарскую, несколько сортов цветов и шалфей. Лекарственное растение через пару лет завоюет весь газон, рассказали агрономы. И в итоге получится живая изгородь из более чем 300 растений. Растения выбрали те, которые очень хорошо адаптируются к условиям городским. Ведь важно выбрать те деревья и кустарники, которые будут жить без проблем. Городская среда, она довольно агрессивная сама по себе. Много машин ездит, понятно, что много пыли. А здесь, я думаю, как раз то место, где будут за деревьями, кустарниками ухаживать. А мы, в свою очередь, даем всегда рекомендации, как за ними дальше ухаживать. Тщательный уход должен быть первые два года, пока они укореняются и разрастаются. Еще весной это был узкий проезд во дворы, окруженный гаражами, вспоминают активисты Народного фронта. Машины разъезжались с трудом, отсутствовал тротуар. Родители опасались за здоровье детей, которые шли здесь в школу. Для того, чтобы изменить ситуацию, усилия объединили районные власти, областной Минтранс и ОНФ. Сейчас здесь будет цветущий мир. Я считаю, что общими усилиями есть возможность доказать, что мы вместе можем созидать и делать мир краше вокруг нас. Я рад, что так получилось. У меня сегодня очень хорошее настроение. Я сейчас чувствую возвышенно приподнято, потому что понимаю, что мы действительно сделали хорошее, доброе дело. Тополиная аллея появилась на месте снесенных гаражей. Почти 7 миллионов рублей ушло на их снос, установку забора вдоль двух детских садов, строительство новой двухполосной дороги, тротуара, ограждений и посадку деревьев. До 1 сентября под контролем ГИБДД поставят дорожные знаки и нанесут разметку. Сейчас вы приезжали, вы видели широкая дорога, освещение и все. То есть привозя детей в школу спокойно, люди высадили ребенка и поехали спокойно. Никто никому не мешает, мы сделали трафик. Весь полностью проект был согласован с ГИБДД, с городом Самары, все одобрено главой города. Подобные проекты будут реализовываться в Советском районе и в дальнейшем отметили в администрации. Главное, чтобы местные жители поддержали начинание. Сергей Кизоркин, Константин Головин, События.